привет ребята давайте сегодня попробуем обозначить такую тему как smart agro технологии в принципе мы ее как бы зафиксируем что она такая имеется обозначим что это такое какие у нее есть перспективы но перед этим поговорим о том что нас собой представляет сегодня и вы поймете что то что вы знали о подобных вещах это одна миллионная от того что может быть и в принципе вы поймете почему так произошло и кто в этом виноват вот но я скажу так коротко перспективы у разумных технологий связанных с аграркой ну приблизительно такие же как и у микроэлектроники и ее точно также зашили какие микроэлектронику и грубо говоря об этом всем подробно с примерами и с методиками и с методиками конкретно хакинга тех макрокорпораций больших транснациональных которые сейчас нагнули грубо говоря планету вот такой вот вот такие вот лайфхаки вот такой вот сегодня будет message не детский возможно за каких-то 60 минут мы возможно с этим справимся и так смотрите давайте самых азов от информированности то есть грубо говоря все начинается из чего-то хорошего информированность до тех-нибудь 90-х годах если бы вы хотели посадить свой сад вместо огорода небольшой какой-нибудь яблоньки какой-нибудь виноград чтобы вы сделали вы бы конечно пошли на рынок один рынок на второй в магазин вот и мы бы чего-то там нашли нашли бы какую-то яблоню обычную рандомную стандартную не очень какой-то блеклый рандомный виноград который бы конечно же не вызревал нашей средней то полосе конечно же и был бы такой же блеклый как это яблоко вот и соответственно вы бы получили какую-нибудь аркадию которую было иногда кушали до тошноты осенью а потом бы бодяжили из нее шмурдяк доливая туда сахар потому что иначе никак вот и кушали бы пустенькие яблочек может возможно бы выдавливали из них высок и закрывали какие-то там бы повидло и какие-то там компоты все ну как бы удовольствие такое себе сад посадила понту как бы 0 да правда там буквально полмесяца уже тошнит да по большому счету а почему почему и может ли быть такие как-то по-другому да может быть по-другому может быть по-другому если мы не будем щелкать на ютубе на каждом втором ролике по лайку и 10 лет подряд смотреть видосики пуская слюни то и в принципе возьмемся за голову то может быть по-другому если мы начнем информацию обрабатывать на уровне предметном на уровне научным и более-менее каком-то профессиональном например смотрите вот я беру самых низов самых азов чтобы мы просто к чему-то от чего-то оттолкнулись например смотрите есть какие-то красные яблоки не не такой уж и давней селекции немецкой внутри красное и снаружи красное и прекрасное не по своим вкусовым качествам они больше такие фруктовые больше насыщенная больше похоже на яблоко такое знать арайское есть такие вот некоторые райские которые вкусно есть который вообще не вкусно так вот есть очень вкусно это точно расти яблочки в дашь то не очень насыщены но не беспонтовая по размеру вот а это яблоко вполне себе среднеразмерная и при этом она уже имеет кита сочетки гурманских каких-то показателей. А это не просто так. Это уже какое-то удовольствие при еде яблочко. Уже какая-то конкуренция этого яблочка с неплохим даже каким-то виноградом, если виноград надоел. То есть в таком духе. То есть это уже не овощи-овощи, а какой-то уже более-менее фрукт-фрукт. Да, уже там можно рядышком положить с каким-нибудь хурмой, с каким-нибудь апельсинчиком, мандаринчиком, бобананчиком, бобананчиком. И уже оно будет, это уже будет натюрморт нормальный. Не просто для картины, а чтобы еще и покушать. И не чувствовать себя дураком. При этом есть еще и другое яблоко японской селекции. Одно из самых дорогих. Оно отличается тем, что оно содержит очень мощную ароматическую группу веществ. у него мощная ароматическая палитра. Оно сладкое, оно не кислое, оно плотное. И оно очень мощное по ароматике. Это такая ароматика, такая сложная, такая многогранная, долгоиграющая, такая фруктовая, фруктовая, фруктовая. Вот. И это все уже переводит его а-ля гурманский разряд. И у вас, грубо говоря, на том же квадратном метре земли. Да. Такое же обычное дерево растет. Такое же с виду обычное яблоко, которое, он может расти через дорогу, просто возле поля. И его даже никто не возьмет. Вот. Ну, точно такое же. Ну, если откусишь кусочек, ты как бы удивишься. Это фрукт-фрукт. Это хороший фрукт. И он дарит удовольствие. Оно дарит удовольствие какое-то вкусовое, обонятельное. Все это смешивается в органолептику плюс. Еще и, возможно, даже фармакологическое, потому что часто ароматические такие составы в некоторых особенных специях, фруктах и овощах они играют еще фармакологическую роль. Например, например, вот допустим, мускатные виды дыни. Такие, как одни из самых лучших в мире считаются. Вот. Законодатели, так сказать. Вот. Золотые стандарты. Это мускатная дыня. Это дыня шаранта и дыня канталупа. Допустим. И они содержат в себе вещества, которые по фармакологическим свойствам и по химическим даже немного подобны тем веществам, которые содержатся в кардамоне. И те, и другие, они усиливают эффекты андорфинов, грубо говоря, придают андорфиновый фон, то есть снимают стресс, делают вас более защищенным по отношению к стрессу, растригряют немножко психику, убирают все вот эти вот интервационные разные шумы, всю эту психологическую боль раскрывает вас в лучшем таком виде, дают вашей психике больше, 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 больше возможностей для того, чтобы как-то себя чувствовать, творить, ощущать. ну вот, раскрывает вас, снимают депрессию, снимают все вот эти вот зажимы, зажатости. И человек приобретает иммунитет, потому что его психика растригряется, его психика откатывается от постоянных каких-то внештатных ситуаций, вот, от постоянного стресса, стресс нивелируется, и психика восстанавливается, и восстанавливается организм, восстанавливается иммунитет, это все очень связано. Поэтому королева специй кардамон и, к тому же, и король специй шафран, они способствуют не только психическому улучшенному самочувствию вашему благодаря гормональным изменениям, но и физиологическому, потому что все-таки мы живем в стрессе, и эти вещи как раз борются со стрессом посредством наиболее мощных таких механизмов, таких как путем поощрительных систем, через допамин и через эндорфины. Короче говоря, мы как приматы имеем миллионный, просто многомиллионный какой-то опыт охоты за определенными фруктами с красным бочком, вкусными, ароматными, придающими нам силы, уверенность, бодрость и тому подобное. То есть пищевое поведение, пищевое поведение для нас, это часть нашего существа, и очень много зависит здоровья, очень много зависит психических каких-то состояний и направлений от того, чего мы едим на самом деле, как мы это воспринимаем, какой у нас скилл в этом, какой у нас в этом скилл. Забрались ли мы на вершину пирамиды и кушаем там яблочки с бочком красным, или мы ходим по низу и там что-то там подбродившее собираем. Когда на нас еще и может напасть любой проходящий мимо аллигатор или даже тупо обоссать, подняв лапу. Поэтому это очень важно и с психологической, и с физиологической точки зрения и тому подобное и тому подобное. Вот. Это питание, правильное питание и понимание, о чем сейчас будет идти речь. Ведь мы говорим о умных решениях в аграрном секторе, который подразумевает продукты питания в первую очередь. Итак, по продуктам питания виноград. Что бы мы сделали тогда? Ну, ничего. Что бы мы сделали сейчас? Ну, сейчас 90% того, что бы мы сделали вот так. Мы бы купили Юпитер, который очень популярный и не зря, потому что он мускатный. Да, как Деня мускатный. Вы правильно подумали. Там тоже есть мускатная тона и очень сильная ароматика. Ее она, возможно, тоже как-то играет. Он мускатный не по-детски. Он такой мощный, мощный по вкусу, по ароматике. Он вызревает очень быстро. Он почти что не болеет. И вот дальше вот эту мысль мы будем развивать очень-очень подробно. что такое болеет не болеет, от чего, куда и зачем это все. И, грубо говоря, если вы хотите много винограда, то есть несколько вариантов. Это изюм в виде Юпитера, допустим, или допустим, какой-нибудь обычный столовий виноград в виде Байконура. Байконур это не сорт, это гибридная форма, то есть это Эвка, полученная между двумя сортами, нашими великими, превеликими сортоделами, которые заполонили весь рынок СНГ дерьмом, потому что они тупо делают у себя на огороде Эвку между одним виноградом и другим нормальной селекцией и получают какую-то хрень, которая зачастую немножко хуже набирает сахар, немножко более блеклая. Если там был мускат, то здесь будет гармония, там была устойчивость на 5 с плюсом по фитофторе и всему остальному, то будет максимум четверочка и в таком плане, то есть они, грубо говоря, засрали своими гибридными формами, в которых сотни, сотни, сотни и сотни. Конечно, хочется чего-то новенького, но это тебя обрекает то, что ты будешь использовать или химию, или есть еще один вариант, очень дорогую и правильную биотехнологическую полученную вещь, биопрепараты какие-то или мой биопрепарат, который тоже бесплатный, то есть тоже работает как где-то на уровне отличной химии и самых-самых-самых лучших биопрепаратов, но он бесплатный. Об этом чуть дальше. Ну и в принципе в моих роликах об этом биопрепарате очень много уже сказано. Я особо повторяться не буду. Грубо говоря, вот ваша информированность и вы вместо того, чтобы 10 лет смотреть какие-то ролики, ничего не понимать, какой выбор и хватать, что попало, вы уже можете взять что-то, что будет вам приносить уверенно стопроцентный результат. Причем хороший. Вы уже имеете понятие, что такое в принципе пищевой продукт, что это не просто вот сахар, не просто глюкоза, фруктоза, немного клетчатки и что там какие-то микроэлементы, микроэлементы, да, с капустой можно микроэлементы получить. В плане фруктов это еще и их какие-то рекреационные качества, а это именно органолептические вещи, вот, и их какая-то тонкая-тонкая попутная психофармакология на самом деле. И в принципе фармакология такая более расширенная. Вот. Там какая-нибудь черника, грубо говоря, ее аннотоцианы, как они действуют на зрение, на поведение и тому подобное. Ну, вот, в итоге. Вот. И, то есть, ты уже понимаешь, что ценность продуктов это такая очень-очень сложная, комплексная такая ситуация университет. которую нужно анализировать на основах каких-то академических данных на самом деле и, желательно, выше. И мы сейчас проскочим этот академический уровень, потому что академический уровень нас на самом деле не устраивает. Нам нужна информация конкретная, да, а не цитата бесполезных товарищей, которые на самом деле эту тему не раскрыли. я вам сейчас объясню, если подумаете, что такое Smart Agro, и вы, наверное, подумаете, это, ну, чего это? Это геликоптеры, это GPS-трактора, которые навигацию имеют, и авто, этот самый, прокладчик пути, вот, и все остальное. Ну, как бы, это, это капля в море, это вообще ни о чем, это просто инфоповод. Ну, просто ни о чем. Понимаете? На самом деле, мы сейчас вот тему просто разоглавим, вот, и раскроем, потому что ее не было до этого момента, на самом деле. Смотрите, мы коснулись того, что есть большой выбор, не все так просто с ним, и того, что есть химия, и прочие вещи, которые нас будут так или иначе ущемлять, доить на деньги, и как бы требовать от нас каких-то гиперусилий, грубо говоря. Правильно. Так оно и есть. Если вы хотите выращивать бахчевое, допустим, если вы хотите выращивать огурцы, помидоры, чего-то такое, что вот ходовое, вы 100% будете сталкиваться с тем, виноград, 100% будете сталкиваться с тем, что вам придется вкатываться в какую-то агротехнологию, которая требует от вас. Начальных вложений на семенной фунт или там посадочный материал, начальных вложений на обработку, на подкормку, подпитку, предварительную обработку химии, повторную обработку химии, плановую обработку химии, ой-ой, что-то не получается, еще три обработки химии, и тому подобное, и тому подобное. вот вот тут покатилась приехала и вот так вот все работают да да вот так вот все работают почему знаете они также работали не всегда представляете раньше вот такого не было раньше не сгорали вот бога какие-нибудь там огурцы еще до того как дают урожай ну раньше такого не было и сейчас такого нету представляете у меня такого нету потому что я пользуюсь фениксом который более менее устойчивый китайскими огурцами хорошими которые более менее устойчивы я использую свой плевый на раз-два сделать биопрепарат который сделать легко просто обработал без всякой химии и я поту уже собираю когда морозы перед морозами выбрасываю но она еще стоит она еще живое более-менее ну истики побитая все все такое прочее я их не сильно омолаживал но тем не менее вот она до холодов доживает у меня но при этом если вы купите паркер даже не сейчас даже 10 лет назад если бы вы купили паркера как я купил паркер голландский самый-самый устойчивый сорт который есть самые классные семена голландские самый классный устойчивый сорт паркер вы покупаете голландский паркер которые в рекламе выращивают где где в англии выращивают в голландии выращивают в индии выращивают учили на у ней на марсе выращивают вы его сажаете высаживаете у вас вырастает как только первый огурец должен был созревать и она все уже все уничтожилось плесенью да очень старая слои и тому подобное просто вымерла сгнила на корню так вот больше того на том месте еще долгое время сама по себе нормально не будет расти ничего из подобных растений ничего потому что там даже на обратной стороне дороги даже трава выгорает от мучнист росы начала выгорать после этого скорее всего вот я ее скашиваю обрабатываю биопрепаратами потом она уже более-менее понимаете то есть трава прямо выгорает она весной вырастает потом летом просто выгорает одна плесень вот вот это означает купить паркер вырастить устойчивый из голландии почему потому что возможно отличная отличная просто фитофтора было именно в семинах паркера остаточная так слегонца слегонца как раз а там много не надо вот плюс эти семена будь то семена сортовые новые сорта так называемая старые сорта не сейчас уже все новые будто новые сорта это все или of 1 это все вещи которые сделаны в не грядках не на поле с полевой устойчивость в основном а это все вещи которые сделаны в теплицах десятого левела с co2 и всем остальным супер 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 стильных условиях и если вы хотите выращивать тогда вам нужно тоже хорошая теплица вот если вы там хоть хоть и жук туда проползет что неминуем то тогда вы еще и покупаете кроме семян конечно же каждый год еще и кучу 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 химии у них у их же дочерних предприятий то есть это как работает мансанта не работает вместе с байер байер и мансанта работают вместе с голландским семенами глазки семена работать вместе еще схема за одной и все вместе они вам впаривают транснациональным макаром все 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 вот это вот комплексно все вот эти вот свои услуги которые являются ничем иным как специально смоделированным побором налогов с агропредприятий грубо говоря они без какой-либо налоговое всего остального делают такие схемы что напрямую имеют хорошую сверхприбыли потому что они нагибают целое государство целую планету как это происходит раньше вот как раз не было таких проблем вот раньше тот же феникс уже был и все было и сейчас он есть но и феникс начнет видеть без моего биопрепарата вот и препарат очень простенький просто берем листики собираем они бродят вот и перебрашиваем вот эти вот листики удаляем культуральной жидкостью орошаем все мы просто засеваем стеной палочкой адаптированной свои листы и не они прекрасно себя чувствуют прекрасно подъедается сенной палкой вся патогенщина короче в моих роликах об этом подробно и о том как с одной обработки биопрепарат полностью исцелить на весь сезон виноград и о том как я также занимаюсь такими же операциями и на огурцах и на томатах и на синеньких о том как можно адаптировать синенькие чтобы они были устойчивы совершенно к корневым гнилям вот это все вместе на моем канале поэтому я повторяться много не буду ну короче говоря вот в общем мы пришли к тому что все аграрка современная завязана на химозу сильно завязан на семена сильно на гамму семена на f1 семена вот на так называемая сорта сорт продюсер дыни у и ты да нет арбуза продюсер это не сорт если кто-либо попытается его воспроизвести из семян полученных с вручную то я пожалуйста ничего не получится кто не пытается можете в youtube посмотреть можете сами сделать так у вас не получится тот же самый получить вкусный плод нет я году ложную ягоду нет не получится ну потому что это не сорт это не сорт это специально сделанный супер супер неустойчивый якобы сорт хотя на самом деле это скорее всего f1 между близкими близкими очень близкими линиями где один есть очень кислый как собака а другой очень сладкий как зараза и вот вместе они делаются такой таким гибридом что вот вроде бы как сладкий ген всплывает а потом когда она все идет вот так вот когда она все начинает на f2 расщепляться вроде бы даже и не видно а сортность просто упала сразу же такие вот технологии разные делаются для того чтобы делать сорта которая якобы сорта которая буквально на 2 года 2 3 сортность теряют резко там от элиты до какого-то там черт знает это какого уже лавила буквально 12 года все поэтому это технологии которые вам сучивают они сугубо искусственные на не чарстрин грей вы не купите какой-то хороший устойчивый его уже такого нету из старых сортов сделали новые которые вот такие вот неустойчиво а чистых линии вы нигде ни у кого него и не возьмете правильных на поводу так вы понимаете что f1 невозможно адаптировать они вот как с были созданы там так вы будете их покупать такими какими они были созданы если у вас есть корневая ножка гнили и еще что-нибудь подобное корневая то вы будете покупать и голландские семена синеньких и они у вас будут пропадать если у этих голландских семян нет устойчивости к корневой гнили поэтому вам придется покупать сначала землю потом выращивать на этой чистой земле семена голландские потом обрабатывать их химией потом сажать в свою землю на участок потому что ваш участок уже все он загажен но вот потом постоянно подобривать этой химией покупку купленной убив же у голландцев или у байер вот неважно и таким образом вы накачавшись химией и как бы забросав деньгами всех кого можно только получите замечательный продукт и вы будете травить сосами и травить окружающихся вот вот что от вас требуется чтобы вы просто башляли и получали фуфил и если вы хотите жить нормально как уважаемый себя человек то пожалуйста вы можете на обошвать то есть платить на человеческом языке раз в 10 больше где-нибудь в европе еще раз в 10 и больше и получать органические продукты в органическом супермаркете пожалуйста да никаких проблем никаких проблем хочешь не это не болеть после продуктов хочешь после магазина не бегать в аптеку пожалуйста плати 10 раз больше если ты уважаешь себя если ты можешь мои а если не можешь тогда вместе со всеми медленно немножко дыши не быстро медленно и по чуть-чуть и пукай самую самую малость ну что коровы ты же знаешь да и все остальные вот эти дела много вас развелось ты же понимаешь да вот они регулируют очень жестко к этому мы сейчас приходим как они регулируют как это все происходит бояр делает следующий боярдой мансанта делает следующим образом мансанта делает очень простой гимово трюк это не гимово на самом деле гимово там только один маленький отрезок работы а все остальное это просто ну как бы скормить говно скормить говно народу называется то есть они берут очень мощный очень не селективный инсектицид который выжигают все растения все просто под ноль очень токсичный который был разработан изначально для химических атак во время военной операции какой-нибудь войны для уничтожения плантации для уничтожения джунглей для выжигания местных населений местного населения в джунглях и тому подобное для того чтобы просто скинулась листва нафиг со всего этого со всего периметра джунглей понимаешь вот вот для этого приблизительно такие как глифосат препараты были разработаны то есть это грубо говоря ерунда которая очень активно в очень незначительных концентрациях и делается из ерунда вообще из говна и палок там немножечко поварил немножечко самого дешевого шайза с другим самым дешевым шайза смешал и получил такую гипертоксичную вещь что две капли такой вот шайза могут превратить в одну сплошную раковую опухоль целую лошадь вот вообще не шуточная история но как искоренитель всех растений это прекрасно работает очень мощно вот такой себе чайного это в мире препаратов для растений короче что не делают они этим препаратом глифосатом травят какие-то бактерии бактерии получают грубо говоря ожоги шок вот начинают реагировать и реакция у них такая что не вырабатывает генетические механизмы борьбы с этим препаратом они вырабатывают какие-то гены которые синтезируют специфические ферменты которые разлагают допустим эти гены вырезают monsanto вырезает эти гены которые наработали бактерии сами по себе и вставляют во что угодно в свою кукурузу во что угодно во все остальное и таким образом они получают культуры которые не особо вообще принципе даже для вообще принципе даже не особо от больших доз даже обжигается этим вот при том что любой сорняка просто сожрется да вот так вот технически это получается вот так и фишка в том что это очень нехитрая операция очень нехитрая операция и с помощью этой очень нехитрой операции они делают как бы много-много-много культур да много-много-много семенного материала разных культур и очень-очень много от этого свой дерьмо химического которое продают и место с вместе с культурами продать но уже понимаете какой-то объем сколько полей до мансанта целые страны засевает это же нужно как-то произвести понимаешь то что же геморрой производить такое вот количество поэтому очень простая технология с очень дешевой нутрянкой с очень дешевым препаратом токсичным хреновым дешевым зато его можно цистернами бодяжить главное чтобы цистерна не не уронилась и где-то потому что воне будет не по-детски в общем примитивной примитивнейшая вещь я вам скажу что можно было бы это все развивать потому что они грубо говоря гмл связали с токсичностью на самом деле от самого гмл продукта никакой токсичности нету но конкретно этот случай предлагает что гмл продукт что гмл растения будут обрабатываться глифосатом а глифосат токсичные канцерогенные и тому подобное вот и он все время остается в следовых количествах нормы какие-то существуют превышение не превышение в таком роде в общем грубо говоря получается что эти товарищи нагнули планету по семенному фонду потому что вам же хорошо да когда ты взял вроде бы как дешевый препарат вроде бы как доступные семена обработал почву на сорняк не растет вроде бы хорошо но потом тебе еще придется знаешь платить за химию потому что эти же растишки они болеют да они болеют представляешь вот болеют их растишки и все они не адаптированы ко всем патогенам которые есть но зато на этот случай не надо адаптировать надо доплатить ты просто доплачиваешь и вот твое поле снова стоит снова здоровая какой-то молодец просто плати и будешь молодцом и ты платишь прямо им понимаешь ты не платишь в казну ты не платишь никому ты платишь транснациональной корпорации так делают все они просто дуют вас поверх всех 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 налоговых служб ну что они нагибают государство они круче понимаешь вот вот такой вот месседж короче по поводу заболеваний да вот вы знаете вот тоже коронавирус все эти дела все но очень похоже потому что достаточно активная вещь это патогенщина которая сейчас развилась последние десятки лет это фитофтора например на вот мучнистая роса вот это все умница это вот эти вот который достаточно быстро пожирает но я вам хочу сказать что вот даже 10 лет назад когда я паркер наблюдал когда он гнил и вот четыре года назад когда я наблюдал как мои как мой виноград просто сгнивает корни гниют я выкапываю там половина корня сгнила не то что там почки все уже погнило листья корни все вот просто он просто сгнивает и весь на корню как говорится и одной обработкой биопрепаратом это все спасают и сейчас я не пользуюсь никакой химии да просто никакой химии потому что на самом деле разница между паховым вот это его состоянием когда вот фитофтора полностью казалось бы захватила вот все она сожрала уже все триндец и между выздоровлением и все обновляется и все растет и пошло дальше это одна обработка моим биопрепаратом причем единственная обработка однократная вы обрабатываете культуральной жидкостью живой синая палка которая там есть это уже совсем другая палка она работает жестко на искоренение она искореняет всю патогенную микрофлору сама закрепляется и продолжает работать и за три дня после обработки проходит три дня и все очаги которые были мокрые белые с пушком они все выжигаются и мумифицируется и все и там остается только коричневая петнышко заселенные 7 полкой очень зубастой сильной полкой которая еще более зубастей чем это фитофтора которая вас заставляет башлять вас просто ее ну ты понял да вот так вот как это делается это делается просто в природе джунгли не сгорают от фитофторы а почему да потому что там нету f1 потому что там нету байер ну что там нету монсанто вот еще пока что не нет они не сажают монсанто и байер где-нибудь там джунглях дикорастущие деревья кустарники цветочки и лианы ну там у само пока что еще растет какой ужас да ай-яй-яй что там происходит там происходит просто-напросто уравновешивание патогенов антипатогенов и какого-то какого-то противодействия со стороны растений потому что у растений тоже есть механизмы которые способствуют противодействию тем или иным тем или иным заболеваниям например например если вы взяли любое семечко какого-нибудь огурца хорошего или средненького того же там я повторюсь сотый раз феникса вот неплохой потому что он почти не болит и вот он год побыл у вас на второй год он будет еще лучше расти себя чувствовать почему потому что и даже так с людьми и даже так животными со всей флорой фауны причем потому что даже одно поколение позволяет совершиться какой-то адаптации как эта адаптация происходит все очень просто вроде бы как геном морфология генетика вроде бы как за одно поколение не меняется нет меняется есть механизм который быстро реагирует этот механизм и задействует гормональную настройку для того чтобы пофиксить какие-то возможные в будущем нехорошие сценарии то есть если в этом году было как-то прохладно если было очень много раздражителей со стороны каких-то доме цитов или еще других там патогенных микроорганизмов это все по цепочкам взаимодействие как-то отыгрывается и эквалайзер будущих каких-то гормональных состояний меняется тех гормончиков будет больше тех меньше тех больше тех меньше и получается что вот буквально первый год идет адаптация я вам скажу что синенькие которые гнили просто и не выживали вообще я 4 пачки купил белых баклажан они все сдохли кроме двух штучек ели или их выходил посадил они ели ели дали одно дало плодик и сейчас я с них собираю они уже нормально растут на второй третий год они нормально растут и не требует ничего не навоза ничего подобного он все все как бы прошла эта болезнь они стали практически устойчивы к корневым гнилям понимаете то есть виноград стал устойчив потому что я его обрабатываю понимаете если бы его еще семян воспроизводил он был бы вообще устойчив виноград стал устойчив я точно то же самое делаю с помидорами с огурцами и все остальное вот там где я не могу адаптировать пассивный материал я занимаюсь обработкой своим биопрепаратом и таким образом я полностью отказываюсь от химии то есть это полностью органическое выращивание на вопреки вот этой вот всей схеме и она работает потому что я всего-то навсего не смещая вот этот вот дисбаланс как он смещается ковки вы не сможете адаптировать ни к чему потому что следующий год она раз развалится на кучу расщепов и вы будете собирать горькие огурцы кривое все вы выбросите семинаевки вы не будете воспроизводить эти семена они не смогут дать вам монсанта не подарит такой шанс они каждый год вам продаюTE семена отличие семена вы не сможете снова вырастить вот у нас снова получится нет вас там упадет сортности сырки что угодно вы даже не сможете сорта сейчас купить нормальная потому что это сорта быстрого приготовления приготовил покушал выбросил на следующий год ты уже не готовишь сумма покупаешь и снова готовишь то есть сейчас даже особо сортов нету таких вот устойчивых вот потому что у вас нет институтов семенных которые работали бы на вас вот на тут вам старый советский союз на китай вот а китай тоже перенимает эту практику он частично понимаете поэтому даже точек в мире которые противодействуют от этой вот заразе нету и все подписала здесь на то чтобы нагнуть аграрку по всему миру чтобы не было разрозненных каких-то товарищей которые что-то открывают и это все очень пагубно влияет на качество потому что вместо того чтобы наслаждаться каким-то огурцом каким-то фруктом овощем иное подобное вы платите за яд и вы платите за химозу хотя я вам вот демонстрировал уже сто раз на своем канале как я этого всего избегаю это все реально работает лучше чем химия понимаешь вот лучше чем лучше и лучше и лучше и отличнейшие фунгициды вот лучше одна обработка и все и виноград можно собирать с вероятностью 110 процентов при том что в терминальной фазе на развитие кого мицетов не и обрабатываю когда уже каждый лист покрытый пухом белым уже белый белый обрабатываю раз и до осени до свидос осенью собрал и забыл все обрезал то есть вот так и поэтому я могу сейчас виноград выращивать в любом количестве за ноль прайс не за овер прайса за нулевой прайс как это делается мы уже поняли да то есть эти не дают способности адаптироваться к микроорганизмам никаким не дают потому что ты не можешь их адаптировать ты их не можешь высевать сорта ты не можешь тоже с ними заниматься потому что они неустойчивы монсанта давит своим товаром она тоже не позволяет тебе самому играться с их пассивным материалом вот и таким образом ты просто на корню обрубаешь любую возможность адаптировать ваши культуры к мучнистая россия например той же и любой другой любому другому патогену хотя бы даже за за два года какой бы вам позволили и у вас бы получилось но вам не позволит f1 не позволяет никто не позволяет ничего не позволяет поэтому вот вся вот это вот напыщенность как бы все f1 все красиво и все пучковое все такое все цветное все розовое все вибрирует да она все вибрирует пойди на рынок купи дыню какую-нибудь шаранда канталупу вызревсию только купить и послали попробую какой-нибудь какой-нибудь я не знаю что торпеду как униклика вызревшие ну ну как бы не не мыло не мыло да попробуй без нитратов это все еще купил попробуй арбуз без нитратов купину ты просто обломаешься вот искать хотя бы даже огурец который не тупо из воды его ты понимаешь ты в тупо обломаешься понимаешь это все же не просто так это все депрессии от избытка азоты азотов вот это все и ему не иммунные разные проблемы и депрессия от жиров понимаешь растительных каких-нибудь и вот почему мы приходим к тому что эти товарищи не развивают ничего они варварскими методами нагнули рынок загнали вас в гетто такое как цифровое где ты ничего не понимаешь ты будешь слюни пускать и 10 лет щелкать ю тубе лайки ничего не будешь понимать ты будешь смотреть на тысячи сортов и будешь слюни пускать и щелкать лайки ничего у тебя не будет ничего не вырастет а если что-то вырастет только когда ты будешь после каждого дождя и каждую пятницу и в четверг после дождичка и просто так поливать эту эту всю шелуху вот непотребную химией понимаете вот так вот поэтому такие вот получается и вещи они не развивают это 1 миллионное того что можно было бы сделать например на самом деле делается например делается такая вещь как вот недавно был такой казус петунии всплыли гмо петунии которые были заявлены как обычные на самом деле не были гмо потому что петуния такой цветок который в кофейнях распространен вот на мансардах и соответственно ее внешний вид привлекает покупателя ну вот соответственно получается денежка связаны соответственно это очень массовые вещи и в глобальном масштабе это большие бабки или все могут позволить заказать левые какие-то вещи с гмо операции свои со своей петунии они заказывают делают супер супер пышные супер яркие цвета вырезая антоциан из других цветов разных там подкручивая все это дело генетически вот и вшиваю это все петунии получается такая вот ровка петуния дорого стоит безумно покупаешь все у тебя все очень красиво так вот нашли генов петуниях вот так вот целая нифига себе операции по натаскивать гена то есть и генетического материала оттуда 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 внедрить в петунию для того чтобы заработать бабла втихаря а можно же было бы сделать как-то по-другому например всего-то на всего вырезать ген синтеза какой-нибудь ненасыщенной жирной кислоты замечательной из какой-нибудь лосося или какой-нибудь другого растения 3 омега какой-то там жирной замечательной которая нам нужно и в пиндюрить в обычный подсолнух так чтобы ее там было прилично продублировать вот получить такой даже сорт сорт который можно было бы еще потом адаптировать под всевозможные мощнистые розы под под свой под свои условия выращивания вот можно было бы еще и адаптировать представляете вот и в итоге вы бы получили сбалансированный набор жиров вот и соответственно больше здоровья совершенно нет никаких проблем с каким-нибудь там автоиммунными вещами и тому подобное можно было бы сделать еще проще это делается вот еще проще например можно было бы сделать свою но не ту свою которую нужно глифосадом обрабатывать блин еще к тому же сверху ту обычную свою у которой взяли и вырезали геном который отвечает за синтез всевозможных растительных гормонов а там такие растительные гормоны жуткие что может полить полететь полностью гормональная у человека гормональная по женским гормонам гормональная по тироидным гормонам и так дальше то подобное онкология и так дальше и тому подобное именно вот эти вот гормоны являются лимитирующим фактором почему сою нельзя кушать больше чем мы и вообще-то не нужно кушать вообще но вообще-то разрешается кушать столько-то так вот если этот вот вырезать просто сделать чик-чик ножничками на белгическом уровне это вообще просто то это соя будет еще более безопасно чем фасоль потому что фасоли это все есть только в немножко и чуть-чуть по-другому чуть-чуть не так резко не так жестко и не не так вот там радикальчики расставлены чуть-чуть так вот это делается вот так если вы не поняли вот так для монсанто сделать это расплюнуть но не это не сделает потому что у вас тогда будет мотива во всей планете будет и что пожрать и чем приправить и это все будет дешево неимоверно это все будет еще и более менее вкусно еще очень сильно питательно и вас станет в два раза больше понимаешь в два раза больше а бабок они с этого не поимеют ни хрена потому что это все сорта будут которые еще будут адаптироваться вот то есть народу все им ничего да так вот так вот ребят получается что вот эта вся агро умная технология которая могла бы быть она как раз ни хрена ее нет понимаете вот то есть я сейчас по большому счету говорю больше о том о том чего вообще нету что я могу делать что я делаю то есть грубо говоря я от химии ушел я от эфак ушел я даже от приву я ухожу ребят вот смотрите вот это вот обычная обычная семена обычных тыкв но эти обычные тыквы были посажены друг возле дружки что вы скажете что 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 я собрал мусор правильно я собрал мусор но я собрал еще при этом f1 это же f1 между одной тыквой и другой по любому потому что они стонны перри опыляться между собой между разными видами вот больше намного чем на друг с дружкой друг ну самоопылением да вот поэтому в данном случае пчелки как раз делают фку сами по себе так вот если вы загуглите что такое кобальт и все остальное кобальт фаро и все остальное вы поймете и любые другие металлы и ежи с ними газа и чего угодно короче вы увидите что это 2 2 разных рода тыквы скрещенные между собой в первом поколении f к между ними понимаете вы просто берете один этот роды в тыквы стандартный они стандартно практически 90 случаях идут именно такой род и вот такой вот рот тыквы и вы его сажаете чередуете одно и второе растение вот собираете урожай тонами выгребаете эти семечки это будет аналог кобальта понимаете причем пчелки сделают все даже не надо в теплице трудиться в большинстве случаев это будет именно f к вот нужно только подобрать отрепетировать как она получается не получается если получается то да и вам ни один профессор ни один академик не скажет что что-то тут не то нет тут все то понимаете вот все то и я готовлюсь прищипывать пробовать вот видите семена бахчевых бахчевых это на выброс это все на выброс но тут бахчевые и немножко еще есть баклажан откуда я это все выбрасываю и это все выбрасываю потому что я покупаю много семян это все пачки с семенами все пачки с семенами которые я использовал и в основном выбросил для того чтобы дать возможность выращивать дельные семена отобранные и проверенные приспособленные которые растут без навоза как нужно как тогда когда еще брежнев целовался в весны понимаете вот и можно делать очень много разных вещей на пригодном уровне то есть мало того что можно нагнуть раком монсанте но того что можно голландию послать лесом вот мало того что можно самому сделать в сто раз круче гимо чем они можно делать вещи уже понимая что такое пищевой продукт и всю тонкость с тем же кардамоном с шафраном и элементарными вещами элементарными делать высококачественнейшие вообще продукт например был такой была такая мята содержала она ментол ментол это капайпиа супер легкий то есть он расслабляет слегка без кайфа правда вот а был такой еще кардамон это королева специй ценнейшая королева специй вот правда ее закаживают кардамоном черным который содержит эвкалиптол беспонтовый но непосредственно сама королева специй содержит альфа терпинеол чистейший и очень очень классно позитивно действующий на организм и психику в принципе человека при этом совершенно не имеет бочных эффектов и каких-либо плохих эффектов в принципе вот и можно просто-напросто вырезать гены синтез этого альфа терпинеола в пиндюрите вместо генов синтеза ментола в мяту и у вас будет прекрасные зеленые листики насыщены огромнейшим количеством чистейшего правильного альфа терпинеола вы просто завариваете чаек и это круче чище даже намного качественнее даже безопасней чем самый самый какой-то лучший самый лучший при лучшей кардамон прямо из индии за оверпрайз денег оверпрайз понимаете что можно делать с шафраном я уже и не буду повторяться потому что на моем канале об этом просто уже очень много роликов делать шафрана можно столько всего что вы одуреете но я скажу лишь то что он недорогой совершенно его немало потому что два метра квадратных достаточно для того чтобы его кушал целый год сколько хотел я его все не скушаю и при этом это король специи это еще круче чем наверное кардамон потому что это дупаминергик достаточно активный вполне себе но к чему я говорю к тому что можно же делать вещи которые просто разрывают рынок понимаете и превращают сказку в быль понимаете просто в быль понимаете и это все рушит рынки созданные монопольные на миллиарды на сотни миллиардов баксов например вот как этот маленький пример мы берем эту кислоту орошаем этой кислотой вот это вот растение получаем вот это вот вещество точнее вот это вещество только вот тут двойная группа вот и мы полностью это тгкп дельта 9 и мы полностью хакаем весь рынок марьи и хуаны пожалуйста весь рынок это делается с использованием пульверизатора понимаете мозгов и пульверизатора мозги это то что я вам предлагаю вы берете пульверизатор и вы уже вооружены и теми другим понимаете да и грубо говоря потенциал просто огромный понимаете вот это то что можно делать вот на огороде то что можно делать своими ручками я своими ручками делал гибрид между маком восточным и маком сатегаром и получался представляете межвидовой гибрид вот между однолетним маком и многолетним маком цвилон с начала лета до заморозков перманентно так не очень красиво мне это все забросил потом потому что не получалось прям что бывало эффект был что все как-то продать распродать нет продажи не пошли я забросил это дело но ручками можно делать гибриды какие вы хотите можно делать гибрид конопли и дерево каркаса и собирать из огромнейшего дерева огромные шишки если вы хотите просто если вы хотите если у вас такой вот записался сюда такой экземпляр вашу мечту захотелось если вы хотите вы можете сделать F1 между гладиолусом лимончелло и прародителем шафрана и получить полугладиолус который цветет красными цветами которые фармакологически ничем не отличаются от шафрана и собирать такие букеты десяток которые в сотен раз больше чем шафрана с квадратного метра и просто завалить им рынок мировой хоть инопланетный можно делать столько чудес ну а основные чудеса я на самом деле сделал я поборол патогенщину на многих культурах своим биопрепаратом и я избавился от F избавился от плохих сортов я адаптировал сорта то есть грубо говоря от химии вообще отскочил и отскочил от семенного материала потому что семенной материал это классная вещь с которой можно работать об этом можно отдельно поговорить потому что от семена которые прошли уже многолетний цикл адаптации какие-нибудь наши отечественные арбузы или какие-нибудь даже не наши отличные арбузы которые много раз использовались где-то там на югах это совершенно другая вещь чем чего-то купленное в рынке и я сейчас работаю над янусиками некоторыми другими сортами для того чтобы получать результат они очень результативны на самом деле главное что брать нужно семенной материал у первоисточников не у хреновых контор которые в своих теплицах выращивают потом чахлые овощи которые привыкли к тепличным условиям а нужно брать правильный пассивный материал с ним работать и это все буквально за пару лет дает дает ну большой 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 такой отклик вот поэтому в принципе я вижу что я на своем огороде могу нагнуть раком монсанто я могу поставить на место голландию я могу всю германию со всей химии послать лесом потому что ни один их препарат лучше не работает моего биопрепарата по винограду ну ни один за одну обработку на весь сезон нету таких препаратов спросите у кого угодно нету а мой работает потому что он там разрастается сам продолжает функционировать функционировать даже на упавшем листе он продолжает функционировать понимаете то есть на самом деле это психологическая атака и это умышленное создание умышленное создание вот такой вот ситуации пойдите пойдите на рынок приложений и купите там бесплатную упругу ага она будет лакать она будет без фишек там не будет HGR какого нибудь там не будет ночного режима для фото видеосъемки не будет ничего он придется заплатить для того чтобы получить это умышленно искусственная вещь там просто вы выставляете в программе флажочек и все заплатил работает не заплатил не работает а если я захочу если я напишу такую программу где-то все работает и будет бесплатно вот то я таки останусь у себя дома продавать эту рекламу эту программу которая никому не нужна почему-то потому что я на плеймаркет не зайду с ней мне скажут что я что я не знаю детей съел все до свидания хотя такая одна программка убьет нахрен весь их рынок понимаете то есть если создать самому самому какой-нибудь грубо говоря гоупро какую-то там программку такую или там google cam аля да с hdr например или какую-нибудь программку для для скажем монтировки видео да то что что вместо 400 баксов вы кто-то ее скачает бесплатно и все остальные пойдут лесом понимаете то есть это искусственно созданная такая вещь в которой вы прибиваете вот точно так же как тот цифровой концлагерь в котором вы находитесь точно так же это пищевой концлагерь в котором вы пребываете понимаете то есть это одно и то же причем одни и те же люди рулят которые у ксерок состырили окна вот вот они же занимаются и аграркой в итоге это очень нахрапистое ларио которое не создало ничего не создало ничего и не развило ничего на самом деле по большому счету особенно в аграрке ничего они используют простейшие методы и не дают развиться понимаешь потому что ну хочешь хочешь кушать без яда плати огромные бабки а все остальные подыхать все остальные покушал иди в аптеку покушал иди в аптеку